Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, глядя на графики, люблю я это дело, особенно в это время, глядя на графики, сердце замирает. Сегодня мы говорим о том, а что же, собственно, творится на финансовых рынках. Тема такая, ралли себя исчерпала, ралли, то самое движение, которое мы видели в конце прошлой недели. Действительно ли? Выдохся, рынок, выдохся, выдохся. По крайней мере, все, что сейчас происходит, очень сильно это напоминает. Ну, не будем торопиться, поговорим об этом более обстоятельно. Сегодня у меня в гостях Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязь банка». Добрый вечер. Добрый вечер. И ждем мы в ожидании Богдана Зварича, начальника аналитического отдела «Неттрейдер». Значит, анонс есть. Добрый вечер пока нет. Подойдет, поздороваемся. Обязательно. Уважаемые слушатели, я вам напомню, телефон в студию, телефон прямого эфира 651099,6. Вы можете позвонить, задать свой вопрос, поделиться собственным мнением по этому поводу, исчерпала ли ралли себя, что происходит сейчас, по крайней мере. Да, все, оптимизм поугас, фокус и другие какие-то истории. То же самое вы можете написать нам на сайте finam.fm, заходите, ссылочку увидите и, соответственно, пишите свой вопрос. Радостная новость, Богдан в студии. И я с тобой поздороваюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. В общем, все приготовления мы сделали. Традиционные, давайте уж не будем отходить от традиций. Вопрос у меня, как у вас дела? Дела как? Дела отлично. Ну да, как обычно. С личным? Ну ладно, а личным не будем. Олег, как дела? Нормально. Ну и слава Богу. Итак, начнем мы с того, что, как обычно, посмотрим на картину маслом. Американцы открылись и что же происходит сейчас? А происходит все же, напоминаю. Происходит на финансовых рынках. Итак, основные индикаторы американского фондового рынка в плюсе. Вот тоже сейчас мы, я надеюсь, да, вы мне как минимум объясните, почему разнонаправленные движения. Вот исключительно разнонаправленные. Американцы чему-то все еще рады. Хотя не очень, но в принципе, да, Доу Джонс 0,2% на 2 до СНП 500 и 0,1%. Наши ребята, РТС, Богдан, внимание, ты бежал, наверное, не слышал. РТС падает, звенит. Сейчас немножко отскакивает. В моменте 2% терял, 1520. Ну это уже, это было в середине, это примерно та же самая. Да, ну ладно. ММВБ, ну скромнее по известной причине, да. Но ниже 1500, 1499 текущая котировка, процент с лишним теряет. А теперь, внимание, главная история. Нефть по 2,5%. Вот в моменте я вижу сейчас просто летит вниз, да. И LightSuite, и Brent. Brent ниже 110 долларов, 109.06. 109.06. После 116, да, двумя днями ранее. Что творится, да, вообще. LightSuite 93 доллара. Смотрим на золото. Ну золото, ладно, оно у нас, оно у нас, да, такое, постоянство проявляет. 1670. И индикаторы валютного рынка, да, нашего с тобой, любимого. Сегодня попытались все-таки, да, пробиться ниже 1.30. Пока этого не удалось. Кстати, прокол был там небольшой. Сейчас 30.38 отскок. Вот. Ну доллар-иена, я думаю, сегодня стоит, да, стоит об этом поговорить. Потому что сегодня было важное, важное, важное событие в Японии. Ну и вот такая вот картина масла. Ну наши ребята, я имею в виду основной набор голубых фишек, в основном все под водой. ВТБ 3% теряет. Кстати, Сбербанк, да, мог бы присоединиться, но он устойчив на уровне 93, да, тоже по причине известных событий. Невидимая рука рынка там его поддерживает. Невидимая все же. Невидимая. Иногда кажется, что я ее вижу. Я узнаю эту руку. Я знаю, я где-то ее видел. Ну ладно, итак, нарисовали картину. Давайте начнем. Еще раз напомню тему, да, по поводу того, насколько, насколько, собственно, краткосрочно ралли, который мы увидели, что сейчас происходит, коррекция ли, да, отскок ли, либо действительно фундаментально меняются настроения участников рынка. Ну и прежде всего я попрошу Олега, да, я прошу Богдан, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нефтью, что вдруг слив пошел такой активный, что происходит? Она падает. Браво. Хорошо. Иначе сформулирую. По какой причине цена на нефть падает? Выкрутился. Есть причина какая-то? Конечно, всегда найдутся какие-то причины, но основная... Мы узнаем завтра, да? Нет, нет, всегда глобальная причина – это соотношение спроса и предложений. На рынок нефти вышел какой-то крупный продавец, и это мы увидели, по-моему, позавчера. Понедельник. Когда был такой легкий флэш-крэш, в течение нескольких минут цена на нефть упала на 3 доллара, и это стало уже очень нехорошим сигналом относительно того, что покупатели существенно проигрывают продавцам своей силе. Некому было купить весь тот объем предложенных контрактов. И то, что потом начало происходить, вот мы видим просто последствия этого. Сегодня, кстати, утром в нашем аналитическом утреннем обзоре мы рекомендовали избавляться от всех нефтяных бумаг, ожидая снижения дальнейшего нефтяных котировок. Боже мой, ну что же я не прочел ваш утренний аналитический... Читать надо. Уметь надо. Что скажешь? Значит, по поводу понедельника, действительно, вышел крупный продавец, были слухи, ходили о том, что вновь США может распечатать свои стратегические запасы. Вроде как это называли одной из возможных причин такой сильной продажи на рынке. Но, в принципе, там буквально через полчаса после того, как все это случилось, действительно, там 15 минут потребовалось на то, чтобы 3 доллара просадить на рынке нефти. Буквально через полчаса после этого вышли официальные представители американского правительства, заявили, что ничего подобного американское правительство делать на текущий момент не собирается. Но, как мы видим, действительно, рынок нефти на текущий момент слаб. Здесь, с одной стороны, во-первых, отсутствует, наверное, ожидание игроков на ближайшее время ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что в связи с выборами Америка сейчас, несмотря на то, что там сейчас проходят крупномасштабные учения, или вот проходили буквально недавно, Америка, я думаю, на Ближний Восток до выборов не полезет. По двум причинам. Во-первых, напомню, что Обама приходил в свое время на пост президента в своей программе, давая обещание вывести свои американские войска из Ирака, из Афганистана. И поэтому перед новыми выборами затевать военную кампанию, это, собственно говоря, потерять часть своих избирателей, которые как раз в частности именно за это и голосовали. Соответственно, Америка, я думаю, что до выборов не полезет на Ближний Восток. Без Америки туда не полезет Европа. Потому что без поддержки, как видим, без поддержки США, они даже в принципе в Ливии не очень-то хорошо преуспели, пока там США не было. Соответственно, Европа туда не полезет, и поэтому ожидание, что мы получим какую-то военную премию в ценах на нефть, пока не приходится. При этом стоит отметить, что сейчас, в текущий момент, есть все-таки, несмотря на те действия, которые провели мировые центробанки, опасение того, что спрос в мировой экономике на нефть будет снижаться, опасение того, что спрос будет снижаться, оно присутствует. Потому что есть замедляющаяся экономика Китая, кстати, китайский рынок торгуется фактически на своих достаточно продолжительных минимумах, за достаточно продолжительный период времени. И даже отскочить, собственно говоря, от них не может. Была попытка отскочить на решение ФРС, но достаточно быстро, вот сейчас они в 2% от своих минимальных значений. Отскок как такового в Китае не получается, опасения относительно китайской экономике присутствуют. Ну, то есть, к этому, да, мы вернемся опять к нашей теме сегодня. Ралли, которые, ну, практически, да, ралли, которые... Не успев начаться, закончилось. Ну, причиной для которой, я просто пытаюсь сформулировать, ралли, которое начало... Начал Федрезерв, да, начал господин Бернанки. Я бы сказал, что господин Бернанки его закончил. По одной простой причине, потому что, если мы посмотрим на динамику американских рынков, то мы увидим, что там идет рост, по-моему, то ли с июня, то ли с июля месяца. Практически продолжает, и практически безоткатный. Да, да, очень постепенный, как бы, такой поступательный рост. И вот решение Федрезерва ввести новую программу количественного смягчения, оно, скажем, стало таким последним импульсом, который позволило котировкам выпрыгнуть, фактически, на новые максимумы. И все, и на этом все. А теперь мы видим, по крайней мере, как минимум, коррекционное снижение на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Рост-то достаточно продолжительный. Если говорить о нашем российском рынке... Нет, мы уже не успеем, потому что времени мало. Я просто сюда же, в эту же кучку, хочу добавить, на мой взгляд, логично, событие, которое сегодня ночью происходило. Банк Японии заседал по уровню правительной ставки, оставил ее на прежнем уровне, но также присоединился к основным центральным банкам мира, налив в экономику 10 триллионов иен. Мы видели это в моменте, да, иена ослабевала, а сейчас она уже, да, в принципе, на тех уровнях и даже ниже торгует, ну, выше торгуется, чем до этого заявления. Значит, мы сейчас слушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о событиях на финансовых площадках. Еще раз напомню, валится нефть, валится ниже 109 уже Brent. Почти 3% теряет в моменте. В общем, все очень серьезно. Ну, мне так кажется. Значит, возвращаясь к нашему разговору, закончили мы на том, что проанонсировали еще раз, да, события сегодняшнего утра раннего. В Японии стояло заседание банка, центрального банка, и, соответственно, решили оставить ставку без изменений. Но, тем не менее, присоединились к программе количества, к мировой программе количества смягчения, да, и увеличивали размер выкупа активов до 10, еще на 10 триллионов иен. Что в моменте сказалось следующим образом, да, иена сегодня падала по отношению к доллару, ну и в кроссах тоже. А сейчас, в связи с чем-то, иена вновь начинает укрепляться. И вот это очень любопытно. Значит, и продолжаем этот разговор, значит, основной акцент на падающую нефть, да, на смещение, может быть, какой-то, да, интереса к риску, падение интереса к риску, может быть, об этом стоит поговорить. Мы сейчас, значит, с вами переводим наш взгляд на отечественные площадки, потому что, ну, что греха таить. Падает нефть, падаем мы, да. Вот, уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. Продолжает снижаться индекс РТС в моменте 1510, его текущая котировка. Ну и, как вы понимаете, рубль не остался тоже в стороне. Он сегодня активно слабеет и уперся в 31.20 после, да, двухдневного, после того, как два дня назад он показывал там динамику такую, вау-вау, 30.40 там практически, 30.50. 30.20, кстати, если посмотреть на технику, да, на график, ну, недельный, там, некую линию тренда восходящего можно провести, там, по-моему, двухсотдневный восходящий средний, как раз сейчас снизу доллар-рубль и тестируют всю эту историю. В общем, давайте поговорим, чего ждать нам с вами с точки зрения отечественного рынка, перспектив его ближайших, Олег, да, и с точки зрения стоимости рубля, ну, к доллару, по крайней мере. Давай. Дело в том, что мы во многом зависим от развития ситуации на внешних рынках, как она будет формироваться, это на нас окажет счастливое влияние. Как мы сейчас буквально видим, падает нефть, падает российский рынок и, соответственно, ослабляется рубль. Я могу две копейки в твою тираду вставить, а вот американцы растут, тем не менее. Для американцев то, что падает нефть, это благо. Я понял. Для нас это совсем даже нет. Это горе. Кстати, у них там скоро выборы, как мы уже тут обсуждали, поэтому тоже может быть определенный такой пиар-ход по снижению стоимости нефти. Ну, в принципе, да. В принципе, один из парадоксов, да, который мы отмечали после включения печатного станка, да, Федрезерв, с одной стороны, говорит, вот вам дешевые деньги, естественно, эти дешевые деньги пойдут куда? Пойдут, ну, в частности, да, на спекулятивные рынки, в частности... В большинстве своем. В большинстве своем, да, в частности, на тот же рынок сырья, многократно увеличив стоимость этого самого сырья. А потом Америка смотрит, говорит, а как же нам восстанавливать экономику с такими ценами на нефть? Вот она, парадокс. Парадокс, конечно. Как из этого парадокса? Ну, пока не видно, чтобы те деньги, о которых мечтали увидеть на сырьевых рынках, они туда двинулись. Ну, их пока, да, еще. Их, видимо, пока еще просто нет. Были разговоры о том, что они появятся, и, возможно, они появятся через какое-то время. Ну, пока все это большей частью словесной интервенции, которая оказывает чисто психологическое влияние на инвесторов. И мы видели такой вот выхлоп в пятницу в конце прошлой недели резкий на российском рынке. Ну, как говорится, известная, по-моему, фраза, если рынок не оправдал ваши надежды, то это проблемы ваши, а не рынка. Вот, поэтому тут зачастую именно так все и происходит. То есть гигантский оборот торгов в пятницу, пиковый, разворотный. Потом несколько дней плавного снижения, и тут уже, на мой взгляд, полетели просто стопы людей, которые покупали в расчете на то, что будет еще один рывок наверх. И сегодня, кстати, день начинался достаточно показательно. Начиналась еще одна волна роста, которая была задушена там буквально в первый час торгов серьезными продажами. И вот это был критический момент разворотный. И, собственно говоря, после этого все поняли. Это еще было до снижения цен на нефть. Ну, они будут буквально, да, перед нашим. Да, момент, когда было понятно, что рынок не может уже подняться на новые максимумы. И поэтому началась более крупная, более масштабная фиксация прибыли. Но пока еще это в рамках коррекции, да, в рамках фиксации прибыли. Да, дело в том, что мы пока еще не дошли до тех уровней, с которых стартовали во время вот этого пятничного даже выноса наверх. Мы же уходили с уровней где-то 1470-1480 по индексу МВБ. И сделали рывок за один день, а сейчас только в течение трех дней, ну и то еще не можем дойти. Поэтому объемы на этом движении в Ниссане более слабые. То есть пока оно может рассматриваться как коррекционное в рамках той срочной тенденции, которую мы имеем с июня текущего года. Она восходящая. Она пока восходящая, да. Для того, чтобы мы ее пробили, нужны более серьезные основания. Падение цен на нефть, как там говорит на Минэкономразвитие, оно может быть там и до 80 долларов. То есть ниже 100, как минимум. Да, я думаю, что оно должно. Не факт, что оно туда сразу же ленится. Но, тем не менее, нефтененные цены остаются под давлением. И, на наш взгляд, будут оставаться под давлением котировки нефтегазовых компаний, сырьевых и коров. Ну, то есть можно ли сказать, Олег, что ралли себя исчерпало? Или все-таки мы сейчас дождемся некой коррекции, а потом продолжится рост? То ралли, которое мы видели, оно себя исчерпало. Ну, то есть это именно ралли такой краткосрочный? Это не более типичное поведение импульсных волн, растущих на рынке. Они проходят очень быстро. Практически невозможно, увидев эту волну, полноценно зайти и прокатиться. То есть они заканчиваются, не успевав, начавшись. Поэтому они называются импульсными. А волны коррекции, они как раз затяжные, длительные, выматывающие. Когда люди несколько раз пытаются зайти в рынок, выходят, их выносят на стопы. И поэтому пока это можно рассматриваться как коррекционная волна к тому импульсному росту, который мы видели на прошлой неделе. А если рынок начнет падать, то он начнет падать приблизительно так же, как он рос. То есть это будет так... Стремительно именно. Еще более стремительно. Я понял. Хорошо, Богдан. Твое мнение по этому. Ну, во-первых, так с технической точки зрения, пока ниже 1450 пунктов не уйдем. На мой взгляд, говорить о развороте нельзя. Где-то в этом районе как раз сейчас проходит... Во-первых, этот уровень сам по себе является поддержкой. Во-вторых, мы последние... Это мы по индексу ММВБ. Во-вторых, мы там простояли рядом с этим уровнем. Это очень продолжительное время. Это очень проторгованные уровни. Игроки будут на них смотреть. И в-третьих, там проходит как раз тот самый восходящий тренд, который берет начало минимумов года. И, соответственно, это достаточно серьезный уровень поддержки. Пока он не пробит, говорить о таком среднесрочном развороте рынка и начале полноценной нисходящей динамики, на мой взгляд, все-таки нельзя. Что касается российского рынка и влияния на него внешних факторов. Действительно, не только сейчас. Нефть всегда, что называется, была для нас основным фактором. Сейчас основным фактором для цен на нефть, в частности, является ситуация в Европе. Несмотря на те меры, которые были приняты. Во-первых, ЕЦБ. И, во-вторых, принятие все-таки немецким судом решения по разрешению, по разрешению Германии участвовать в фонде выкупа, причем разрешение ограниченным. Там, по-моему, до 109 миллиарда... А? 190. Нет, там до 109 Германия имеет право самостоятельно, а потом выше 109 все, что будет, должно согласовываться с парламентом. Не 109, только 190. Нет, там, по-моему, до 100. Без парламента, все, что выше, должно согласовываться с парламентом. И, действительно, там верхняя граница 190. Соответственно, несмотря на эти меры, на мой взгляд, все-таки проблемы в Европе остаются. И мы еще увидим, я думаю, что Испанию просящую помощь. Извини, я тебя перейдю. А вот, кстати, вопрос этот тоже звучит периодически. Мне его задают тоже. Испания просящая помощь. Это хорошо или плохо? Это, конечно, плохо. Это плохо. Это плохо. Аргументируй. Это плохо по одной простой причине. Это будет ярким сигналом о том, что в Испании действительно все плохо. Да я тебя умоляю, что никто не знает, что в Испании все плохо. Все знают, что... Да. Все знают, что в Испании плохо. Плохо, да. Но им об этом не сказали. Нет. Дело не в том, что им не сказали. Дело в том, что отношение к стране, которая просит помощь не на открытых рынках, резко ухудшается со стороны инвесторов. Это понятно. Ну, то есть здесь как бы по факту просто. Да. И по факту это будет понимание, что Испания все-таки, несмотря на все принятые меры, может пойти по греческому пути. А такая точка зрения. Мне очень интересно подискутировать. Ну, я с тобой согласен. Понятно, что Испания объявляет, руки кверху подняла. Все. Надо помогать ей. А с другой стороны, механизм есть. Ну, в какой-то степени он есть. ЕСМ. Все, он уже существует. Германия, правильно говоришь, дала добро. Уже какие-то технические моменты. Но и он не опробован еще. Как он работает, никто же не знает. Правильно? И что происходит? Испания просит помощи. Вы же помните, да, вот там в этих правилах написано, да, что обязательно, официально должна быть помощь. Просто так не заработает механизм. Обязательно, обязательно. Испания просит помощи. И инвестор воспринимает это с оптимизмом. Почему? Потому что это повод проверить, как работает механизм. И механизм работает. И все говорят, вау. Все будет. А? Как тебе такая точка зрения? Есть еще один позитивный момент. Второй раз она помощи уже не попросит. Уже не попросит, конечно. А вот не факт. Ее, как и Грецию, уже можно так немножко отодеть. А вот не факт. Вот не факт, что она не попросит второй раз помощи. Дело в том, что если мы увидим ухудшение ситуации в Испании, что очень возможно. И помощь они попросят в самом крайнем случае, потому что испанское правительство неоднократно, его представители неоднократно заявляли, что прежде чем получить помощь, они очень внимательно ознакомятся с теми условиями, которые будут перед ними стоять. И они попросят помощь только в самом крайнем случае, потому что условия все равно будут достаточно жесткие со стороны Евросоюза. Соответственно, если уж они попросили помощи, значит все настолько плохо. И вероятность того, что Испания пойдет по греческому пути, соответственно, в умах, как минимум в умах инвесторов, усилится. И, соответственно, отношение к Испании будет соответствующее. А учитывая то, что экономика Испании, это не экономика Греции в рамках еврозоны. Это намного больше. И, соответственно, опасения относительно возможного бум в еврозоне, они, конечно, вырастут. И, соответственно, мы увидим реакцию рынков безусловно. Еще одно, ну, не провокационное, конечно, но интересное, на мой взгляд, наблюдение. Сегодня я прочел где-то. Как прокомментируете ее? Значит, что такое QE3 в исполнении Федрезерва? Это, конечно, пшик. Ну, в том плане, что толку не будет от него. Зачем же тогда это делать? Абсолютно нелогично, да? Все говорили. Накануне выборов это не надо делать. Американская экономия не настолько плоха, чтобы QE3 включать. Причем вот такие размытые, тем более, да? По времени непонятно сколько. По деньгах тоже, ну, вроде 40 миллиардов в месяц. А тут еще твист работает. Тоже 85 получается. Ну, не важно. И вот такое мнение, да? Все прекрасно знают, что еврозона на грани. Она рухнет. Ну, она не вся, может быть, там, Греция, кстати, потом исполнена. И, естественно, да, евро к паритету летит. А чтобы этот полет... Сдержать? Ну, даже не сдержать, а сделать его более мягким. Ну, потому что, представляете, да, паритет для штатов, это же тоже, ну, не крах, а, по крайней мере, проблема. Доллар растет, да, долги надо отдавать. У них сейчас опять 16 миллиардов на повестке появятся. При сильном долларе это же усложняет сюда. Так вот, чтобы некую подушечку, знаете, ковер-самолет, они решили вот так сделать. Естественно, мы видим 1,30, а потом мягко-мягко-мягко-мягко и к паритету. Олег, как ты думаешь? Ну, нормальная логика. Подушечка слабовата. Ну, слабовата. Тем не менее, вещь сработала же. Сработала. Более того, я сейчас слышу уже, да, раньше мы практически без сомнений, ну, большинство ваших коллег, вот сидящие напротив меня, они говорили и об 1,20, и об 1,18, и о паритете там многие говорили, да, ну, в разные там временные промежутки. А тут я уже слышу, а чего, может, это разворот 1,30, 1,45, 1,60. Ладно, я прошу прощения. Слушаем новости в исполнении Наси Юрьевой, потом продолжим. Дорогие слушатели, что-то неожиданно я начал обращение, да, уважаемые слушатели, я... Мы продолжаем на Финам-ФМ программу «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. В общем, мы сейчас просто за эфиром тут продолжали обсуждение всех этих интересных вещей. Я напомню, мы сегодня говорим о том, насколько конечным, да, видится движение на рынках, я имею в виду, да, конечным с точки зрения предыдущего движения вверх, потому что вот наблюдаем мы в моменте снижения нефтяных котировок, да, ну, и об отечном рынке, если говорить, он тоже достаточно уверенный, пока идет вниз. Что это такое, да, разворот ли полноценный, либо коррекция глубокая, не очень, и так далее. Вот об этом мы сегодня разговариваем, продолжаем этот разговор. Ну, напомню, в гостях у меня Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязьбанка» и Богдан Зварич, начальник отдела, прости, начальник аналитического отдела «Неттрейдер». Ну, добрый вечер, я традиционно еще раз вам скажу, уважаемые коллеги. Напомню, также для слушателей есть, у них есть возможность позвонить нам, задать вопросы, поделиться собственными мыслями на этот счет. Телефон студии 651099, 6, сайт finam.fm, звоните, пишите, задавайте. Ну что ж, давайте продолжим. Вот я вам подбрасываю такие, может быть, не совсем, может быть, логичные способы порассуждать, Олег. Ну, вот как ты думаешь? Я думаю, что вполне действия ФРС могли быть ответной реакцией на действия ЕЦБ, который объявил о неограниченном выкупе облигаций, тем самым обеспечив себе возможность напечатать неизвестное количество евро. Да, столько, сколько хочешь. Да, столько, ну, в ответ и в американском Центробанке решили, мы тогда тоже можем взять и денег подпечатать. И тут японский Центробанк подоспел. Не остался в стороне, конечно. Мы говорим. И вот все начали заниматься печатанием денег. Причем экономика продолжает замедляться, и вот это печатание денег, оно, в общем, не оказывает особого влияния. Все эти деньги оседают преимущественно на финансовых рынках. Мы видим масштабные спекуляции, волатильность рынков растет, пока еще недостаточно выросла. Но вот, на мой взгляд, колебания на валютном рынке пока достаточно скромные еще. Когда начнутся реальные валютные монетарные волны, вот тогда там будет приблизительно то, что у нас на фондовом рынке. Я сегодня, представляете, Рубини читал какую-то актуальную такую статью. Но смысл, даже не смысл, а, по-моему, заголовочек такой у нее был. Потому что, типа, могу соврать, я не процитирую, но основная идея, да, что грозит коллапс, а у нас танцы. Вот что-то такое. Ну, получается именно так, что... Первое время чумы. Да-да-да, мировая, ну, как минимум финансовая система, она на грани уже, она вот балансирует, чтобы не скатиться в пропасть. А рынки продолжают писать. А не, да, пожалуйста, давайте, ребята, покупаем нефть, покупаем золото, все покупаем, давайте, красотища, зарабатываем деньги. Это ужасно, конечно. Ну, да ладно. Ну, тем не менее, можно зарабатывать. Можно, можно. И надо пользоваться такими моментами, когда такие рывки произойдут. Другое дело, что не надо быть азартным в таких случаях. Не надо делать слишком крупные ставки. Ну, это да. Это да. Это да. Хорошо. Давайте продолжать, значит, собственно, давайте поговорим о приближающих перспективах российского рынка в рамках или коррекции, или в рамках или продолжения восходящего движения. Богдан, что ты видишь по отреслям, по эмитентам, может быть, по индексам? Я как-то отдельно ничего, наверное, выделять не буду. В общих чертах, как я уже сказал, мы предполагаем на текущий момент, пока среднесрочное продолжение роста, тренд, как я уже сказал в предыдущей части, тренд продолжает быть восходящим на нашем рынке. И, соответственно, говорить о развороте нельзя в рынок, на мой взгляд, в ближайшее время будет, опять же, таки интересен в основном краткосрочным спекулянтам. Вполне возможно, мы опять, если не будем расти, то, скорее всего, учитывая заливы ликвидности, да, если не будет резкого ухудшения ситуации в Европе, мы можем опять перейти вот в такой вот боковик, который мы наблюдали в августе. Извини, я некорректный вопрос забыть. У тебя есть позиции сейчас? Да. В чем? Ну, или там, несколько позиций. В чем они? Ну, у меня, я очень краткосрочно торгую, поэтому у меня же шорт РТС. А, то есть ты еще и в шорте стоишь по РТС. Откуда, если не секрет? Вот кто убил рынок. Ну, вот такие, да. Не, на самом деле, как я уже говорю, да, я краткосрочный спекулянт, в принципе, торгую системно, поэтому... Причем забавно прозвучало, да? Я сегодня... Твоя мысль, Богдан, рынок будет расти, он в восходящем тренде. Я говорю про среднесрочные позиции. Я зашортил РТС. Я же про среднесрочную перспективу. У меня сегодня, банк Японии, мне сегодня, конечно, подпортился. Подпортился все-таки, да? Потому что я в шортах входил в сегодняшний день. По фунт-иену еще, скажи. Нет, зачем? Я не торгую. Валютой? Во-первых, валютными парами никому не рекомендуете на рынок Форекс. Во-вторых, если уж хотите, как бы, если уж хотите плечи, лучше придите на Форц. А почему лучше? Ну, потому что это, извините, Форц зарегулированный рынок, а Форекс рынок незарегулированный. И, соответственно, риски инвестиций, вот слово инвестиций, возьмите, пожалуйста, в кавычки, вот риски игры на рынке Форекс, они намного выше. Ну, они с чем связаны? То, что там сотое плечо или потому что вот... Они связаны и с возможностью оказаться в ситуации, когда тебе никто не поможет. Ну, это на любом рынке есть такая ситуация. Кто тебе поможет на Форце, скажи мне, пожалуйста. Элементарно. Простите, на Форце централизованный клиринг. И поэтому в случае неисполнения обязательств твоим, как бы, итогом твоей сделки, простите, сделку-то вы совершаете с биржей, на самом деле. И биржа отвечает за исполнение обязательств по фьючерному контракту. Я совсем понял, собственно. Есть два замечательных валютных контракта на Форце. Это рубль-доллар и доллар-евро. Ими вполне можно торговать вместо Форекса. Вы ликвидность видели там какая-то? Там ликвидность великолепная. Отличная ликвидность. То есть на контракте на евро-доллар стоят маркетмейкеры спредом в три пункта, стоят маркетмейкеры по 5 миллионов евро в каждую сторону. Я тебя умоляю, что такое 5 миллионов евро? Я вас умоляю. Это что за ликвидность такая? Извините, это 5000 контрактов. Мы сейчас о ком говорим? Мы сейчас говорим о Форесе, который приходит на рынок Форекс? Или мы говорим о физических лицах? Нет, вы пришли на Форс, но вы же не вдвоем туда пришли. Мы говорим о том, где могут частные инвесторы работать вместо Форекса. И речь-то отсюда прошла. Простите, а вот 5 миллионов, если вы у него купили, он тут же снова станет 5 миллионов. Ну, они там арбитраж делают, на самом деле. Хорошо, пусть они делают. На самом деле мы отвлеклись, я прошу прощения. Да, мы отвлеклись. Продолжай свои среднестрочные прогнозы. Зашартив РТС причем. Да, зашартил РТС в середине дня. Было дело. С утра открыл, к сожалению, лонг. Опять же, большое спасибо Банку Японии. Но что касается среднесрочной перспективы, действительно, я думаю, что восходящая динамика будет продолжена. По крайней мере, объем заливаемых средств именно на рынке, не в экономике мировой, а именно на рынке, он, по крайней мере, должен сказаться в какой-то момент. И поддержать котировки высокорисковых инструментов, коими, в частности, являются рынки акций, сырьевые рынки. И нам, соответственно, достанется вдвойне реакцию, собственно говоря, на последнее заявление подобное. Мы видели очень хорошую, по крайней мере, в том же фьючерсе, в том же рубль-доллар, если посмотреть на валютном рынке, и, соответственно, динамика фьючерсного контракта на доллар-рубль. Там динамика была совершенно однозначная, и ожидания, собственно говоря, они показывают. Единственное, конечно, нельзя исключать, на мой взгляд, все-таки коррекцию к уровню 1450 пунктов. То есть продолжение коррекции от текущих уровней. Потому что фактически мы растем, конечно же, мы росли не только в пятницу. Можно сказать, что мы росли, начиная с сентября месяца. И до этого у нас в самом начале августа была волна роста, потом боковик-то такой очень продолжительный, потом опять волна роста, опять боковик. И вот последняя волна роста у нас прошла как раз в пятницу. Конечно, есть желающие зафиксировать прибыль. И, учитывая текущее снижение цен на рынке, которое мы видим, понятно, что они выходят на рынок и начинают продавать, собственно говоря, бумаги. Поэтому мы видим снижение рынка. Здесь как раз все логично. Вопрос только, с какой точки мы нащупаем, что называется, локальное дно и попытаемся развернуться. На мой взгляд, все-таки это уровень 1350 пунктов. Как я уже сказал, это, во-первых, сам уровень поддержка. Уровни здесь очень проторгованы. Мы их торговали практически три недели августа. Вот там 4430, 1460. Плюс там проходит вот этот вот среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимума в год. Поэтому в среднесрочной перспективе пока я продолжаю смотреть по рынку вверх. Но боюсь, что нам может подпортить все это Европа и ухудшение ситуации в Испании. Потому что за Испанией полезут вверх доходности по облигациям итальянским. И вот это будет уже, я думаю, что еще хуже. Ну, то есть в любом случае, да, это может заставить рынок двигаться. Ну, индекс РТС как минимум, да, к 1450. Отобьется, не отобьется, пробьет, значит... Да, пробьет, соответственно, мы видим разворот по рынку, да. И, скорее всего, там уже нужно будет новые минимумы ставить в целях. Уже годовые новые минимумы. Потому что это может произойти вот такой достаточно серьезный слив и уход под вот эти вот уровни, только при очень резком ухудшении ситуации в Европе. Или на рынке сырья. Я думаю, что рынок сырья будет сейчас тянуться по состоянию за Европу, потому что бренд у нас сейчас в основном употребляет как раз Европа. И ожидание того, что ухудшение ситуации в китайской и европейской экономике приведет к снижению спроса на рынке энергоносителя, оно как бы присутствует, оно на рынках витает, и вполне возможно его последствия мы еще увидим в виде негативного отношения инвесторов к рынку энергоносителя. Кстати, завтра с утра PMI, по-моему, в Китае промышленности и в секторе услуг публикует. Сейчас вот так вот не вспомнил. Ну, неважно, ладно. Олег, значит, смотри, вот наш коллега, товарищ Богдан Зварич, свою позицию среднесрочную определил. Причем, извини уж, да, среднесрок мы говорим, ну, такой термин-то избитый, а все-таки срок-то какой вот в этом среднесроке у тебя? Ну, я думаю, ну, во-первых, до пробоя тренда, да, потому что тренд будет расти. Ну, по-моему, на мой взгляд, в ближайшие месяцы ситуация... Ну, то есть до выборов. Да я думаю, что до выборов в США ситуация, скорее всего, останется примерно... Полтора месяца. Единственное, я хочу напомнить, уважаемые коллеги, и вам, уважаемые слушатели, на повестке дня еще открытый вопрос по поводу того, как Греция справляется с собственными обязательствами, с взятыми на себя обязательствами. Как вы знаете, во-во-во, тройка кредиторов поехала и проверила. И, учитывая, что она должна, итоги была нам опубликовать в конце сентября, а сказала так, в начале октября опубликует. Как-то это очень подозрительно попахивает. Поэтому, да, с точки зрения вот этих вот движений, неожиданностей, да, усугублений ситуации в Европе, это может все начаться гораздо раньше. Ну, да ладно, спасибо, Богдан. Олег, твое видение... В мое видение ситуации... Ближайших событий, по крайней мере. Чего на рынке будет? Во-первых, первым событием это будет закрытие квартала. Вот, 30 сентября. Сентября, да. Ну, не считая самого ближайшего события, это экспирация фьючерсов на американском фондовом рынке. Это как раз у нас какой? Четверг, он последний торговый день, экспирация в пятницу. У нас экспирировалось в понедельник. Мы видим, что после этого было... Совершенно верно. Кстати, эта тема, да, по-моему, даже вот мы как-то один из прошлых эфиров, да, может быть, даже и с тобой разговаривали, что риски, помимо макроэкономической статистики, связаны как раз с сентябрьскими экспирациями. И, кстати, валютный рынок, вот выносы эти все, да, выше там 31 в евро-долларе и прочие вещи, это тоже во многом, кстати, связано с экспирацией срочных контрактов. Вот, соответственно, есть такие ожидания, что после того, как они экспируются, они тоже туда же двинутся в ту же сторону, к какой мы двинулись. Совершенно верно. То есть мы пока снижаемся, и вот эта коррекция, сколько она будет продолжаться, трудно сказать, она может быть тяжелой, с откатами, прыжками, там такая какая-нибудь а-ля волатильность, которую мы видели в районе 1450. С точки зрения сезонного фактора, вообще октябрь... Олег, я прошу прощения, о сезонном факторе позже, послушаем новости, а потом продолжим. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем, а точнее заканчиваем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела промсвязь банка. Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader. Разговариваем о том, что же происходит на финансовых площадках. Действительно, рост прошлой недели, феноменальный рост прошлой недели закончен. И мы видим А, коррекцию, Б, разворот. Ну, понятно, что о развороте в начале снижения после роста всегда говорить очень сложно. Собственно, смена тренда, осознание, что тренд сменился, приходит много позже. Нет, там просто есть два условия. Первое условие, это нужно пробить предыдущие минимумы. Мы их пока еще не пробили, мы даже на них еще не дошли, до них далеко. И второе, нарисовать максимумы, которые будут ниже предыдущих. Этого мы тоже еще не сделали. Именно поэтому мы и не можем утверждать, что у нас сменился тренд. И это правильно, да. Потому что, да, совершенно верно. Исходя из технического анализа, собственно, все выглядит именно так. Сначала должна быть картинка. Что касается сезонных факторов, я прервался до перерыва. Еще Марк Твен говорил, что октябрь это самый сложный месяц для игры на бирже. Серьезно? Да, да. Он даже добавлял, что другие сложные месяцы, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, марш. И так далее. Действительно. Уважаю Марк Твена, обожаю даже. Извини, продолжай. Вот в этот период приходятся какие-то локальные просадки, ну и обычно какие-то кризисы почему-то случаются осенью, там, в основном, в октябре. Если взять там на долгосрочной истории, попробовать построить какую-то торговую стратегию, которую Богдан любит строить. То есть, в каком месяце... Не срочно. Я краткосрочно. А я вам предлагаю на Доу Джонса за последние сто лет, на месячной, и, скажем, в каком месяце лучше купить и в каком месяце лучше продать. И тогда выяснится, что покупать лучше всего в октябре, когда вот наступает самый жуткий кошмар и рынки рушатся. А продавать как раз в мае. Нет, ну в этом есть логика, и опять-таки с точки зрения техники, да, если рынки рушатся, значит, они дают возможность по более выгодной цене купить. Насчет октября и ноября месяца, я немножко добавлю коллегу. Нам предстоят еще очередной пик выплат по долгам еврозоны. Вот, это как раз октябрь, правильно? Вот я не помню, то ли октябрь, то ли ноябрь. Октябрь, октябрь, совершенно верно. Вот, и в преддверии этого, я думаю, что тоже вопрос европейский, что называется, не закрыт. И вопрос будет стоять очень... На повестку он опять, конечно, он вернется на повестку дня. Та же самая Греция в начале октября, я думаю, будет опять в фокусе внимания. Там тройка подготовит свой отчет, и 8 октября должно состояться заседание Еврогубы, на котором будут принимать решения по Греции. Боюсь, что опять не примут, перенесут на ноябрь, потому что не станут они принимать какие-то перед ноябрьскими выборами в США кардинальные шаги. Тут еще особенность, у нас выборы в США, то есть все может быть, конечно, весьма любопытно. Забавно прозвучало. У нас выборы в США. Да, у нас выборы в США. Это серьезный момент. Дело в том, что американский рынок ведет себя по-разному, в зависимости от того, что происходит на выборах. То есть, если нет никаких сюрпризов, он после выборов растет до конца года, американский рынок. А если там обнаруживаются какие-то сюрпризы на выборах, то есть побеждает не тот кандидат, который... Который должен был бы победить, то вот там вот и начинаются сюрпризы. Пока там, вроде бы, определенность есть. Обама явный лидер гонки. Я, тем не менее, еще раз твою фразу произнесу, и в ней есть сермяжная правда жизни, как мы говорим в таких случаях. У нас на повестке дня выборы в США. У нас в данном случае, это у нас у инвесторов, у нас у спекулянтов, потому что финансовый мир объединен идеей, что Америка рулит. Если там обнаружится, действительно, вот как Олег правильно сказал, что там все хорошо, выборы прошли, они начнут расти до конца года или как-то, и мы за ними никуда не денемся. А если там обнаружится что-то другое, значит, у них будут сюрпризы, они свалятся, и мы пойдем туда же. Поэтому, да, у нас выборы в Америке. Есть вопрос. Вопрос с сайта. Наш уважаемый слушатель по имени Игорь задает вопрос, называя его банальным, но, милый мой Игорь, ну, все подобные вещи, они всегда банальны, потому что они касаются обычных наших с вами жизненных решений. Так вот, вопрос банальный следующий. Стоит ли сейчас покупать доллар? Ну, видимо, против рубля. Да. Я напомню, текущая котировка 31.19, 31.20. Ну, в общем, после сегодняшней событий, конечно, он отскочил уже. Если закроется выше 31, да, то есть возможность, наверное, продолжить и дальнейшее движение вверх. Как вы думаете? Богдан, давай. Я думаю, что фактически доллар на текущий момент наименее рискованный инструмент. Так. Соответственно, потому что, смотрите, что происходит. Как мы уже говорили неоднократно, да, основное внимание сейчас в мировой экономике, несмотря, там, выборы в США, это выборы в США, да, но основной проблемой сейчас происходит в Европе. А, собственно говоря, если европейские проблемы, мы увидим ухудшение, то, соответственно, во-первых, доллар будет расти по отношению, укрепляться по отношению к евро на международном валютном рынке. Второй пункт плана. Нефть будет падать на ожидании снижения спроса со стороны мировой экономики, в частности, со стороны Европы и, в частности, со стороны Китая. Да, соответственно, для нашего рынка, да, наше отношение рубля к доллару, да, получается, что называется, двойной удар. Вот, учитывая то, что у нас фактически бивалютная корзина, да, и резервы у нас считаются в двух валютах, в евро и долларе, соответственно, когда доллар будет крепнуть по отношению к евро, да еще и цены на нефть будут, Вот, собственно говоря, падает, соответственно, ожидание притока выручки в страну будет, соответственно, снижаться. Ну, естественно, откуда ее взять в выручку? Доллар, собственно говоря, будет крепнуть, потому что вполне возможно на этом фоне мы увидим продолжение, например, вывода капитала из стран. В том числе? Да. Вот, соответственно, спрос на доллар будет достаточно высокий, потому что импорт у нас не падает, а выручка с экспорта может падать из-за снижения цен на них. Соответственно, доллар, на мой взгляд, наименее рисковый инструмент на текущий момент. То есть ответ Игорю стоит? Вопрос в каких суммах и как это лучше делать. На мой взгляд, все-таки лучше прийти на Фордс и смотреть аккуратно фьючерсы на тот же доллар, потому что, во-первых, вы придете в обменник, вы потеряете, вы потеряете разницу между курсом покупки и курсом покупки. Я надеюсь, все-таки Игорь задает вопрос, это не только спекуляции, понятно, что в обменнике спекуляции невозможно, да, есть для этого организованные площадки, есть для этого терминалы, есть для этого... Ну, у нас вроде как собираются, речь идет, по-моему, если я не ошибаюсь, о том, чтобы вывести брокеров на валютный рынок и позволить физикам, дать возможность физикам на валютные биржи. Более того, я вам могу назвать брокера, который уже предоставляет эти услуги. Ну, хотя вы знаете, как он называется. И случайно мы находимся на Финам.фм. Я не говорю о рынке Форекс, я говорю именно о реальной... О Фордсе, нет, о Фордсе, как раз идет речь. А, даже нет, о валютной секции ММВБ, вот о чем идет. Да, валютной секции ММВБ, физики на текущий момент по закону, по-моему, не имеют права, торговать на валютной секции. Тем не менее, услуга это предлагает. Но, я так понимаю, она тестируется пока. Имеет возможность в банке. Возможно, это сделано через банк, такая возможность через банк, по-моему, есть. Хорошо, спасибо, ответ твой понятен, да, значит, Игорь, вот, Богдан рекомендует покупать доллар, но технические моменты уже, так сказать, ты сам каким-то образом решишь, да, где это делать, в обменнике или, да, на Фордсе или, там, так далее. Олег, твое мнение. В мое мнение, да, сейчас нужно покупать доллар, но не в обменнике, а, скажем, сумму положить, например, в рублях в банк под какой-то процентный депозит, а операция валюта обменная совершать либо в том же самом банке по безналичному расчету, либо на Фордсе покупать, продавать доллар. Сейчас как раз вот краткосрочные системы стали в лонг по доллару, и это может продлиться несколько дней, ну, судя по тем движениям, которые были, скажем, в течение последних там нескольких месяцев, хотя среднесрочный тренд, он там на укрепление рубля по отношению к доллару. То есть мы можем отскочить куда-то чуть-чуть повыше, но потом, если этот тренд останется в силе, здесь большое значение имеет поведение цен на нефть, удержится выше 100 или нет. То есть нельзя, к сожалению, дать однозначный ответ, долгосрочный прогноз, что будет с российским рублем, потому что то же самое наше Минэкономразвитие, оно имеет пять вариантов разных сценарий, при котором там цены на нефть могут в следующем году и опуститься до 60 долларов за баррель, а при этом рубль скакнет там куда-то очень, там за 40, скажу. Такой вариант тоже возможен, и это будет зависеть от поведения цен на нефть. Краткосрочный лонг, если тренд не срамаем, то потом нужно будет переворачиваться, опять входить в рубль, поскольку, скорее всего, мы вернемся к тем минимумам, которые видели несколько дней назад. Кстати, да, если говорить об уровнях непосредственно, то, в принципе, вот то, что мы видели вчера-позавчера, 30 с полтиною, чуть выше, 30-80, это достаточно такая плотная поддержка, чтобы оттуда можно пару было покупать. Я понял, спасибо. Значит, собственно, мы в этом были... Едины. Едины, да, в этом мнении были едины. Действительно, есть смысл сейчас входить в доллар США, поскольку краткосрочно, ну и, может быть, дальше он наверняка будет расти. Так, давайте подводить итоги. Что же в сухом остатке? Ралли исчерпало себя в двух словах буквально. Как я уже говорил, в среднесрочной перспективе нет. Я думаю, что пока, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе, благодаря заливу деньгами рынков, восходящая динамика, скорее всего, будет продолжена. То есть мы дожидаемся окончания коррекции, там зависимости? Да. Единственный риск, это, соответственно, Европа. Резкое ухудшение ситуации в Европе может все перевернуть с ног на голову, и весь залив деньгами не поможет. Я бы различал понятие ралли и растущий тренд. Ралли, на мой взгляд, себя исчерпало. Нельзя в одно и то же ралли войти два раза. Это тоже твен написал. Нет. И среднесрочный тренд пока нет поводов его опровергать. И, наверное, после того, как рынок откорректируется, мы увидим существенное падение объемов, существенное снижение интереса инвесторов к продажам. Нужно будет опять наращивать длинные позиции в расчете, скажем, на рождественское ралли, или там у нас обычно в последние... Ну, поствыборное, да? Да, поствыборное, американское. То есть, вот там может быть еще одна волна роста. То есть, это где-то ноябрь-декабрь. Надо готовиться к этому. А до этого периода нас может ждать сильная волатильность. Я понял. Спасибо огромное. Итак, небольшой анонс. Возможно ли консолидация российской оппозиции или частота рядов превыше всего? Актуально об актуальном сразу после выпуска новостей. Притом Дмитрий Орешкин. Не пропустите. А мы, дорогие друзья, будем сейчас закругляться. Напомню, сегодня у меня в студии Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела промсвязь банка. Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader. Все, что происходит сейчас на рынках в последнее время, да, ралли ли это, не ралли ли это, имеет, тем не менее, логичное продолжение. Все, что мы видим сейчас, наверняка, это коррекция в рамках восходящего тренда, который и будет продолжен. И вот это мнение моих гостей. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Успехов на рынке.